Всем привет! Поступила вот такая головка на ремонт. Это двигатель фирмы Cummins. Маркировка у него 6BT. Также существует и 4-цилиндровая версия, то есть 4BT. Такие же моторы стоят на технике КамАЦУ. Там они называются S6D102. 102 это диаметр поршневой. 6, соответственно, количества цилиндров. Очень простая, надежная головка. Хороший двигатель вообще в целом. Но есть ряд нюансов. Хочу вот об этом рассказать. Ну, конкретно я буду рассказывать про головку блока. В общем, седла здесь несъемные, сразу скажу. Направляющие втулки тоже несъемные. Благо, есть варианты восстановления их. Седла можно вырезать, установить, ну, изготовить ремонтное седло под размер. Можно что-то подобрать, под него уже расточить тоже и установить это седло. Ну, не проблема. Мы конкретно растачиваем вот эти отверстия и ставим туда наше самодельное седло, так скажем. Ну, все по технологии. Значит, также здесь изнашиваются втулки направляющие. Они тоже несъемные. Ну, у нас есть пример восстановления и метод восстановления. То есть, есть вполне уже отработанная схема реставрации вот этих вот несъемных направляющих. Становится вот такая бронзовая втулочка. Она развальцовывается. Вот. В одном из видео я там тоже показывал вот этот набор. Ну, это вот уже готовая работа. Шарами это все калибруется. В общем, тема отработана, вопросов нет. Значит, какая предыстория этой головы, конкретно этой? В общем, клиент приобрел или забрал, не знаю. Ну, в общем, короче, в металлоломе нашел этот двигатель, дернул с него голову. У него аналогичный мотор стоит. И дабы не терять время на ремонт, решил вот эту донорскую голову отремонтировать. А когда свою снимет, уже поставит туда готовую головку блока. Но, есть нюансы. Да, мы знали про это дело, но, к сожалению, эта проблема вырезает после того, как уже все, ну, большая часть операции сделана. То есть, ты согласовываешь ценник с клиентом, а у тебя вылезают дополнительные работы. Ну, раз или два у нас попадались такие головы. Вот недавно с РОВ-7 была, четырехцилиндровая версия. Значит, там тоже менялось. То есть, ну, естественно, все. Голова разбирается, рассухаривается, моется, удаляются все заломы. Тут, как правило, коллектор приварен к голове буквально. Потому, что ржавеет вообще насмерть. Только сварка, только высверивание больше ничего не помогает. Насильственным способом. Значит, разбирается, снимается, удаляется, опрессовывается. Вот. Если все целое, смотрим состояние клапанов направляющих. Как правило, направляющих под реставрацию, клапана под замену. Делаем, реставрируем направляющие. Начинаем обрабатывать седла. И появляются вот такие вот неприятные нюансики. Сейчас я покажу. Я просто хочу, чтобы кто будет сталкиваться с ремонтом этих дизелей. Ну, вот видно, да. Вот рабочая кромка седла. Вот видите, идет полосочка. Вот это вот трещина. Это трещина, которая возникает на несъемном седле. Так, был съемный, нет проблем. Купил, что он там 500 рублей стоит, поменял. Вот. И нет проблемы. Но тут придется эти седла вырезать. Ничего страшного, мы тоже это делаем. Просто это удорожание очень сильное. Вот это работает, да. Вот видите, тоже седло. Повторюсь, начинает вот это все проявляться после того, как седло уже обработанное. Видите, как хорошо вот видно. Сейчас очень хорошо трещину видно. Вот я подсвечу, видно, да, трещинку. Такая вот, такой вот нюанс. Поэтому, кто будет ремонтировать. Да, тут во всех седлах есть. Ну, именно по выпуску. По выпуску во всех седлах есть трещины. Поэтому, кто будет сталкиваться с ремонтом вот этих головок, клиента предупреждайте, что могут проявиться трещины на седлах. Соответственно, это, конечно, свой нюанс. Видите, тут еще такая стеночка неприятная. То есть, она идет прямо под седло. И держаться тут седлу будет непросто. Ну, благо, это выпуск, как бы, да, выпуск, в принципе, ремонтируем. А по впуску, вот тут будут нюансы, да, потому что тут опоры, можно сказать, вообще нету. Почему они делаются несъемные? Но, мы, россияне, мы не привыкли, что деталь выбрасывается, поэтому жить будет до последнего. Видите, какие впускные седла красивые. Гороед все пожрал. Ну, в принципе, да, даже с такими вот клапанопровальцы, конечно, ну, что делать. Я думаю, что родная клиентская голова, я как бы знаю ее, она будет ничуть не лучше. Ну, такие вот нюансы по этим головкам. Ну, с возрастом это неизбежно, рано или поздно, на любом дизеле. У кого будут межклапанные трещины, у кого на седлах трещина, но это неизбежно, к сожалению. В процессе эксплуатации появляются они, и от этого никуда не денешься. Ну, все, не забывайте, ребят, подписываться на наш канал, оценивайте видео. И не забывайте учитывать вот этот момент при ремонте головок. Все, ребята, всем спасибо, всем пока.